Существует мнение, что у домашних куриных яиц желток должен быть интенсивно окрашен. Кто-то считает, что желток просто не должен быть бледным. Но есть и такие, которые думают, что он должен быть темно-оранжевым. Большинство уверены, что от цвета желтка зависит качество яйца. То ли они думают, что ярко окрашенные желтки полезнее, то ли им кажется, что они вкуснее, не знаю. На самом деле это просто глупое заблуждение. Вкус яйца от этого точно не зависит. А польза весьма сомнительна. И не всегда у домашних яиц желток должен быть темно-оранжевым. Или даже просто желтым. Хотя, как правило, у фабричных яиц желток бледнее. Но всегда есть исключения. На фабриках могут добавить красители в корм, а домашнее хозяйство могут кормить тем, что не окрашивают желток. Мои домашние куриные яйца имеют в данный момент такой желток. Но оттенок и интенсивность окраски на самом деле постоянно меняются. Кроме того, у яиц от разных кур они иногда могут быть разными в один и тот же день. Я по этому поводу вообще особо не заморачиваюсь. Просто кормлю определенными кормами. Ответ желтка – это как побочный эффект. Но что есть, то есть. Поэтому поделюсь опытом. Обычно для домашних яиц существует такая зависимость. Лето – желток яркий. Зима – бледный. Просто летом много травы. И не важно, на свободном выгуле птица или нет. Большинство птицеводов все равно дает ей траву. А зимой некоторые могут не давать. Где же ее взять-то? Лучше всего насушить ее летом. Запасти на зиму. Травяная мука в зимний период абсолютно точно влияет на цвет желтка. Если сухая трава набрала влагу, можно просушить ее на печенье. Если она у вас есть, конечно. Лучше положить ее в какую-нибудь посудину. Иначе, когда вы возьмете ее в руки после сушки, она может просыпаться. Затем нужно ее растолочь в ступке или измельчить другим способом. Если у вас много кур, то все это нужно проделать другим способом, более эффективным. Каким именно – придумайте сами. Кстати, травяную муку или травяные гранулы можно купить. Для промышленных масштабов будет удобнее. Травяную муку или травяную муку. Можно вырастить траву на подоконнике. Но растет зимой она не важно. Это, например, редиска. Я ее посадил, кажется, два месяца назад. А еще можно лук прорастить. Тоже на подоконнике. Просто поставить воду. Также на цвет желтка определенно влияет кукуруза. Но кукуруза бывает разная. Она может быть разного цвета снаружи и внутри. Обычная сердцевина всегда белая, а внешняя часть окрашивается. Но толщина этой внешней части может быть различной. А если быть более точным, важна не абсолютная толщина этой части, а относительная. Например, зерно кукурузы очень крупное. Толщина окрашенного слоя 3 мм. А зерно другого сорта в два раза меньше. Но толщина окрашенного слоя тоже 3 мм. Справа зерно первого типа, слева второго. Справа оболочка окрашена бледнее, чем слева. Справа оболочка. Теперь изображение перевернуто. Крупная и бледная кукуруза слева. Камера не передает точно цвета, к тому же искусственное желтое освещение искажает. На самом деле отчетливо видно, что кукуруза справа интенсивнее окрашена. Если сравнивать дробленки, то та, что слева, кажется бледнее. Одно время я много давал курам кукурузы первого типа. Желток стал очень бледным. Таким же, как у фабричных яиц. И было это не зимой. Сразу после этого я купил комбикорм, в котором было много яркой кукурузы. Она отчетливо выделялась в нем. И цвет желтка сразу улучшился. Кукурузу второго типа я выращиваю сам. И ее у меня очень мало. Однажды я видел в продаже ярко окрашенную кукурузную дробленку. Она стоила в 2,5 раза дороже бледной. Кукуруза всегда есть в комбикормах. И ее все всегда дают отдельно. Поэтому считаю, что от нее в первую очередь зависит окраска желтка. И зимой это можно использовать. Хочу сказать еще о заблуждениях. От солнечного освещения, от возраста кур, от их породы, от подсолнечного масла накраска желтка не зависит. Морковь и тыква находятся под вопросом. В литературе и среди птицеводов нет единого мнения. Я лично не кормлю ни тем, ни другим. Возможно, я попробую испытать их на практике. Потом поделюсь опытом. Субтитры сделал DimaTorzok